Смотрите на этого жёсткого. У него, по-моему, нет крыла, да? И... Так, мать, мунафа... Че-а-а-а? Мои почтёные друзья, меня зовут Влад Шрэвер, с возвращением Beast Battle Simulator! Итак, челленджи! Первые три мы уже прошли, четвёртый, пятый открыты, все остальные. Почему-то закрыты, видимо, когда мы пройдём четвёртый и пятый, нам откроют все остальные, но я хочу знать, что будет в конце. Я хочу знать. Поэтому пройдём всё, от начала до конца. Интересно, что будет в тридцатом, будет пять обвешанных Т-рексов, каких-нибудь обмазанных, всеми пушками на свете, а у нас будет 10 долларов и выбор из чайки или чайки. Хе-хе, я не знаю. Ну окей, четвёртый, Barnyard Brawl. Ослы и свиньи, ну такие себе, и, короче, уничтожьте их. Будет зерно! Го! Это всё? Вот эти вот, вот бедные животные? Четыре поросюшки и пять осликов? Какая-то ерунда, правда? Хотя, с другой стороны, вспоминай чая, как они разносили моих животных, я думаю, что эти не менее кровожадные. Давайте попробуем что-нибудь другое. То, что я ещё не видел. Гиппо. Гиппо и гиппо пойдут по центру, а в серединке, как главный босс, пойдёт у нас полярный медведь. Во! А теперь вам вопрос. Как четыре поросюшки и пять осликов могут противостоять белому медведю и двум огромным гиппопотамам? Ну посмотрите, они рады лёгкой добыче. Окей. Старт! Такая слабая врывается. Минус осёл. Гиппопотамы словно пахманы просто врываются и пытаются всё сожрать. Это свои, своих не бьём. Достаточно, чуваки, они уже сдохли. Окей. Это было... Это было тупо просто. Какая-то ерунда. Вот, следующую строчку открыли, но мы её не будем нажимать. Мы её не будем нажимать, потому что четыре была какая-то супер. Изичка, значит, пятая будет не очень-то, не очень-то сложной. Жёсткие пингвины. Опустите пингвинский сквад и я могу ли он кликом контролить своих животных? Я знаю, правильно ли я понял, что здесь написано, но, типа, теперь можно управлять ими. Окей. Окей. Я хочу испытать абсолютно всё, что здесь было. Гориллу мы юзали. Юзали. А как насчёт взять жирафа? Поставить его в самый дальний угол? Взять гир? Нахреначь на него пушку? Вперёд пустить каких-нибудь маленьких беззащитных животин, чтобы пингвины... А, я помню, какие пингвины. Они же жёсткие. Они сейчас упадут на пузо и просто ворвутся и вспорят моих маленьких... Не знаю кого. Донки. Нет, не Донки. Донки-киты-фу. О, поставим много маленьких динусов. Оп. Отлично. Вот так, значит. Вот так, значит. Жирафёнок. Еем щас. Спокойный жираф. Ноги, я хочу поконтролить просто жирафом с пушками. О. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, спокойно. Сжигай их! Я не могу понять, он сжигает или нет. Чё? Окей. Это было стрёмно. Чё это только что было? Жираф какой-то бесполезный. Он просто стоял, крутился на месте и всё. Нет, я, конечно, управлял. Он попукивал там своими огнемётами. Но на этом всё. Он даже никому вред не нанёс. Хотя, в принципе, мы победили. Практически. Только половину положили. Как насчёт тогда поставить какую-нибудь маленькую штуку? Вот такую. Она должна быть жёсткая, да? ХП 150. А сколько пингвинов? А пингвинов я не могу поставить, чтобы посмотреть, сколько у них хп. Гермисера у нас тебе налепим. А, и всё, он останется один. Ладно. Мы должны взять его под контроль. И увернуться от первой атаки пингвинов. Отлично, они все горят практически. Сюда подошли крысы антарктидные. Ой, 3 хп осталось. 3 хп всего осталось. Ударить его хвостом. Я, знаете, я, наверное, мог атаковать ещё левой кнопкой мыши. Но, в принципе, мы почти справились. Я хочу пробовать ещё раз. Только чем-нибудь другим. Убрать. А чё бы такое поставить-то? Гиппо? Гиппо должен быть жёсткий. Всё. Ладненько. Тогда, тогда уж без пушек. Окей. 4 хп, старт. Берём самого левого. Вот он. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мне нравится, как он своими челюстями двигает. Ой, извини, братан. Я тебя немножко попку откусил. Вау-вау-вау. Я не могу понять, я их атакую или нет. Почему они такие жёсткие? Как они разматывают меня? Так. Уворачиваться. Ты прыгать, ты можешь, нет? Нужно всего лишь подойти и засунуть. Полезайте ко мне в пасть. Опа. Хорошо. Ладно, они не ходят ко мне подбегают. Ладно, что делать? Я не понимаю. Я шевелюсь своими челюстями за скоростью света. Она ничего не понимаю. Они просто не ходят ко мне подогонить. Спокойно, Гиппо. Есть. Развернись, развернись. Стоп и попой не подставляйся. Ну, давай, давай, сюда подощуй. Вот это хорошо, что ты встал дружище. Ей, победный брейк. Прям как у Терекса. Еее, хорош. Мы победили. Так. Легкой джазовой походкой Гиппо отправляется на перестал победителей. Спасибо, Гиппо. И это было все, в принципе. Первая строчка закончена. Это было так быстро. Так что давайте перемещаться к шестой. Вау. Месть жертв или что в этом роде, я так понимаю. Отомстите противным хищникам, используя только животных жертв этих хищников. Окей. Хорошо. Это будет весело. Хуёны, леоны и крокодилоны. Блин, крокодилы какие-то прям омерзительные. Я даже представляю, как они с этой анимацией жестко будут двигаться. Здесь есть носорог. Странно, да, что от уровня к уровню не меняется? Я так понимаю, если это песочки, типа пустыня, то, соответственно, из этого биома и будут тут животные. Но я обожаю слонов, скажу честно. Я очень люблю слонов. И вот вам маленький фактик. Слон в брачный период мужского пола, если я вас не обманываю, может ворваться в деревню и разнести к хренам всю деревню. Понимаете? Понимаете? Тут как бы с какой стороны посмотреть? Слоны вроде дружелюбные, милые и вроде крёвые, но тем не менее, блин, это жесть какая-то. Давайте на него ещё поставим канон. Во. Было бы ещё офигенно, если бы я мог им управлять и чтоб пушка была очень удобной. А то я чувствую, что я сейчас возьму его под контроль и будет жопа. Вот прям чувствую. Пингвины, ну да. Из этого биома, конечно. Из этого биома, конечно, пингвины. Все мы знаем, пингвины любят жару. Вот такой вот горсткой их поставим впереди. Вроде всё, да? Пора попробовать. Го! Берём под контроль. У, здесь такое... Нааа, куда ты стреляешь, а? Топчи их, топчи их, хорош! Вроде норм! Пингвины даже живые остались! Вижу хуёну! Не вижу хуёну! Грустный пингвин просто отходит. Подожди меня, чувак, нет, 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 не убивай меня! Всё? Мы выиграли! 19 кп осталось! Пушка мне вообще не помогла, она вообще мне не помогла. Это был бред какой-то. Серьёзно, она вроде стреляет, но стреляла бы куда-то в космос. Какой там толк? С другой стороны, смотрите, какой слон жёсткий. О чём я и говорил, он просто ворвался и потоптал всех в соло. Практически. Тут, конечно, с ТК помогли пингвины. Посмотрите на этого жёсткого. У него, по-моему, нет крыла, да? И... Как? Все же знают эту простую истину. Если взять обычное травоядное, безобидное животное типа слона, не будем брать в расчёт, что он может разнести деревню, и нахреначит у него огромный big fucking gun, то тут же он превращается в поработителя пустынь и пенетратора всех крокодилов. Посмотрите, как он уползает. Мне нравится, что мне дали управлять животными. Организуйте маленькую бригаду, с помощью которой разнесите кучу ящиков. Осторожно, они падают. Ладикат. Это уже не beast battle simulator. Это уже... Это уже... Ashot battle simulator. Простите меня застоль... Плохой каламбур. Но я даже не знаю, как сказать, почему есть живот. Ладно, их нужно сломать. Ладно, давайте поставим... Рино, Рино и ещё, например, полярного медведя. А, жираф-то есть, лол. Жираф-то есть. Окей, тогда давайте поставим жирафа. Ну всё. Ну что сказать. Вот моя бригада. Лебедь, Рак и Щука. Надеюсь, они со своей тягой во все стороны разнесут чушь к хренам. Давай. Ехало. Я хочу быть медведем. Как? Между собой соревнуются, кто быстрее найдёт до ящиков. Ладно, всё норм. Возьмём Мишку. Мишка. Оп-оп. А что это у нас тут? Мне нравится, как он головой шатает. Разрешите с меня познакомиться. По-моему, и так подходят друг к другу. Я белый полярный медведь. У которого падает ХП почему-то. А вы ящик. Давай, 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 давай. Сломай его, малядечь. А, ещё не всё. 5 секунд. Жираф, ну! Две! Есть! Хорош! Лизард Шварм Вейвс. Насколько я понимаю, за мной придут три волны из Шварм Вейвс Лизард. А, три волны, в смысле, три линии? Или три волны, значит, это вот эта пачка и плюс ещё три таких же. О, я могу турель поставить. Поставим лазер. Big fucking лазер. Ехал! What the fuck? Big fucking лазер такой бесполезный оказался. Что за беда? Ладно, давайте поставим шотганы. Они поменьше. Их два. Вау! Как они это делают? Как вы ломаете железяки, чёртовы ящеры? Окей, шотганы тоже помогают. Вот, мини-ган. И давайте поставим ещё... О, прикольный какой-то динус. И финбека. Вот сюда. Финбек. Ух! Нормально. Всё, я вижу, ещё одна пачка бежит. Осторожно, финбек! Ой, минус финбек, похоже. Знаете, короче, мне кажется, опытный путём бы выяснили, что пушки это полное говно. Поэтому давайте поставим трицератопса. Как вы думаете, он один выживет? Хотя ДМГ-60. Нет, его одного порвут как тузикогрелку. Вау! Раз и два. Зверя. Например, Рину. Маленький, хрупкий, но смелый. Док поведёт вперёд Газелья, Рина и два big fucking рептилии летающие. Охо-ха! Блин, я ж под землю вылетел. Чё, как? Да ладно, с Риной беда случилась. Что они делают? Почему они такие сильные? Ой. Чё-то вообще не то, да? Можешь поставить кучу рапторов с пушками? А это же идея, правильно? Смотри, поставим вот этих вот рапторов, и у меня ещё будут деньги на пушки. Вот, Flame Tower. Поставим на двух последних. Вот сюда. Вот сюда. Орла в конце. И самое главное, самый главный талисманчик. К хуёну. Опа. Ехала. Ну давай. Сейчас должно получ... Ну давай, давай. Они же такие же, как вы, только послабее. Я ничего не понимаю. Так это жуткая обоханалия. Эти уже прибежали. Это какая пачка? Вторая или третья? Тупо не получается. Жесть какая-то. Да. У нас беда. Ладно, тогда давайте поставим элефанта. Элефант должен быть толстый. Он должен выдержать. Поставим его вот сюда. А вперёд нужно, чтобы что-то помягче пошло. Вот Буффало, например. И ещё одного Буффало, например. И ещё что-нибудь за полтосик. Кинуть зебру. На. Давайте, пацаны. Я уже не знаю. Я уже всё что... Ну, топчи, топчи их. Вот, вот. Всё, отлично. Элефант живой? Элефант держаться! Там ещё не бегут твари. Прибегает, под ним их топчет. Хорош! Блин, у него такое лицо, как будто это я и не выспался. Но ты хорош. Элефант, я так понимаю, панацея от всего. Он просто всех уничтожает. На этом мы сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. Без Battle Simulator не разочаровывает. Чем дальше в лес, я больше без зубей. Это мне нравится. И мне нравится, что здесь ещё животные меняются. Мне нравится, что меняются локации. Мне нравится, что новые задания дают. Что не просто нужно иногда побороть кого-то. Нужно разнести ещё башню из деревянных ящиков. Да, это тупо странно в Без Battle Simulator. Но всё равно было весело. И что, ребят, какое моё прохождение Без Battle Simulator? Ещё, ребят, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Расскажите друзьям, если вам понравилось. А вот ещё, ребят, я бы готов вам парочку видосиков. Один, а тут второй. Очень интересно посмотреть, что там да как. Ха-ха-ха! И до встречи, ребят, в следующем видосе! Субтитры сделал DimaTorzok